Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, что обычно происходит в Лондоне в мае месяце. Так как в этом мае мы уже не увидим, скорее всего, ни одного из мероприятий, которые были намечены в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Я расскажу в общем, как обычно проходит май в Лондоне. Итак, топ-10 на май. 1 мая лондонцы празднуют День солидарности трудящихся. Да-да, именно тот самый день, когда мы праздновали 1 мая. Выходя на улицу с праздничной демонстрацией, у них это же происходит в Лондоне на Трафальгарской площади. Я об этом мероприятии вообще не знала. Узнала только вот в прошлом году, так как мои пресс-агентства попросили меня снять что-то связанное с 1 мая. Я поехала в центр города и узнала, что демонстрация в Лондоне происходит в этот день. Увидела портреты Ленина, Маркса. Даже с Джулианом Ассанджем были какие-то портреты. То есть люди выходят на демонстрацию с различными требованиями. То ли вернуть коммунизм, то ли освободить Джулиана Ассанджа. Первые дни мая, обычно это где-то в районе 3-5 мая, в Лондоне и вообще по всей Великобритании проходит праздник национального танца, который называется Morris Dance. В основном это мужчины выходят в неком таком танцевальном ансамбле, мажут платочками, танцуют с какими-то палками. Но основной фестиваль проходит в городе Рочестер. Об этом танце я очень скоро расскажу, а также расскажу про Рочестер. Где-то в начале, в середине мая. В первый уикенд мая на канале в Пандингтоне проходит праздник под названием Canalway Cavalcade. То есть кавалькада, лодок, барж, которые присутствуют, которые живут на этом канале. Они украшаются праздничными флажками, цветами и они просто стоят вдоль всего прогулочного маршрута по каналу. Очень красивое красочное мероприятие. Туда же привозится очень много различных локальных кафешек. Ну то есть такие вагончики с едой разных национальностей и люди просто приходят провести уикенд. Кроме того, там проходит конкурс среди всех этих барж. Но насчет чего они там соревнуются, то ли на красоту, то ли на то, как лодка плавно проходит там какие-то препятствия, об этом не знаю. Я просто хожу туда насладиться природой, так как первые майские деньки это всегда чаще всего солнечные. И поэтому провести один день уикенда на воде всегда очень приятно. 9 же мая мы, русскоязычное население в Лондоне, отмечаем День Победы. Существует такой праздник в Лондоне. Русское сообщество приходит к Империал Во музею, где стоит такой памятник в честь воинов, погибших в Первой и Второй мировой войне. И там собирается и наш посол, и другие члены посольства, а также гости, даже англоязычные гости, которые участвуют и в параде флагов. Знамена проходят парадом. Люди приходят почтить память погибших и несут цветы и какие-то иногда даже детские рисунки к этому памятнику. Также там происходит встреча с ветеранами, некий небольшой концерт. Люди поют русские песни, Катюша, какие-то военные песни. Встречаются, общаются, знакомятся. И вот так русское сообщество хотя бы раз в году встречается на День Победы в Лондоне. А во второй половине дня, 9 же мая, в Лондоне проходит Бессмертный полк. Это мероприятие совсем недавно зародилось во всей России. В Лондоне он проходит, по-моему, с 2015 года. То есть уже 4 года, 4 бессмертных полка проходило по центру Лондона. То есть полк идет от Трафальгарской площади до Вестмитстера. И люди спрашивают обычно англичане, что это за демонстрации. В общем, несем нашу культуру в английское сообщество. Во второй векенд мая проходит такой флеш-моб под названием Твид Ран. То есть заезд представителей винтажной культуры на велосипедах в твидовых костюмах. Он обычно проходит по центру Лондона, но потом разъезжается по районам. Люди собираются все вместе и представляют такую ретро-культуру. Очень интересные бывают велосипеды, а также костюмы. Я всегда хожу фотографировать этот заезд, но часто не успеваю их найти, потому что информация скрытая, где они будут проезжать до последнего момента. Приходится ловить их прямо в режиме онлайн. Как проходит этот заезд, тоже буду скоро рассказывать. Во второй половине мая проходит день открытия парламента. То есть королева со всей своей свитой едет открывать работу парламента и дает парламенту некий план работы, какие вопросы они должны решить за этот год и к чему они должны прийти. Скорее всего в этом году открытие парламента также не состоится, но он в принципе не состоялся и в прошлом году, в мае месяце. Его перенесли аж на октябрь, потом еще и в декабре. В связи с Brexit все в последние три года стало неясным, когда будут открывать парламент, в какой месяц. Скорее всего в этом году этот день пройдет также где-то в октябре, в ноябре месяце. О том, как проходит открытие парламента, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. А следующее мероприятие Chelsea Flower Show, то есть цветочное шоу в Chelsea. Оно обычно проходит в 23-24 числах мая. Изначально проходит превью, то есть предпросмотр, когда шоу полностью закрыто для публики и работает в основном пресса. И это также королевский день, ближе к вечеру его посещает королева, другие члены королевской семьи. Очень красивое шоу, о нем, наверное, я тоже скоро расскажу. Вообще о каждом мероприятии я рассказываю подробно на своем канале. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои репортажи. Так как Chelsea Flower Show является платным и дорогим мероприятием, один билет туда стоит от 30-70 фунтов. В Chelsea также проходит бесплатное мероприятие, которое называется Chelsea in Bloom. То есть Chelsea в цвету. И мне даже, если честно, больше нравится это бесплатное мероприятие, потому что по всему Chelsea разбросаны различные экибаны, созданные из цветов. Это очень интересное событие. Я всегда туда хожу не один день, оно проходит обычно 3-4 дня. И фотографирую все абсолютные экибаны, потому что это такие бывают шедевры, что Chelsea Flower Show это даже и не снилось. А также десятым мероприятием, которое я посещаю в мае, в конце мая, уже где-то в 27-28 числах, проходит такая же выставка бесплатная в Белгравии. Называется Белгравия in Bloom. То есть Белгравия в цвету. Различные цветочные оформления, декорации. В основном в этом мероприятии участвуют локальные магазины, которые украшают свои витрины какими-либо персонажами, созданными из цветов. И также они участвуют в конкурсе на лучшую цветочную экибану. Будь то в Chelsea, будь то в Белгравии. Ну вот, пожалуй, все мероприятия, которые обычно я посещаю в мае, это очень солнечный, яркий и красочный месяц. Можно уже сказать, что в Англии это считается летом. Лето в Англии начинается раньше, чем у нас. Также я часто выезжаю в Брайтон позагорать, покупаться. Уже в конце мая можно купаться даже в море. Ну, для тех, кто закаленный и не боится холодной воды. Все-таки вода в мае еще холодновато. Да и вообще летом в Брайтоне холодно. Ну, а о Брайтоне я тоже похоже расскажу. Пока на этом все. Как будут дальше развиваться события, какие мероприятия нас ждут в июне, расскажу. Опять же-таки ближе к июню. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»